По прошлому видео вам показали воздействие, некоторые способы воздействия на голову. У вас есть возможность воздействовать на голову руками, то два основных способа это сворачивание под углом 45 градусов, запрокидывание головы и я добавил еще отсебятины немножко, то есть смещение сюда, а теперь дадим вам некоторые усиления, то есть усиление воздействия, мы можем дополнительно наносить какие-то удары, заходить, где-то что-то хватать, где-то что-то крутить и тянуть, плюс мы можем понимать, что здесь, допустим, работая пара сил, не обязательно нам две руки, мы где-то прижали его, у нас вот это вот уже начинает работать часть на запрокидывание и нанесение каких-то воздействий. Человек пошел вам в ноги, мы его здесь приняли и его скрутили, то есть запрокидывания не будет, а будет скручивание, то есть где-то состыковались, вот уже пошла пара сил, где-то мы с ним встали, у меня вот есть доступ сюда, и я ему эту голову вывожу вот под эти 45 градусов для того, чтобы все это сделать. А теперь покажем усиление, то есть где-то можем бить, наносить удар, скручивать его, забирать к себе для контроля, потому что если он далеко от нас, мы находимся в области слабости, и он может там отлювтиться, а возле себя мы его к себе для того, чтобы контролировать, работать своим телом, своим весом, а руки дополняют неприятности. Не сильно, Жень? Ну а теперь дополнительные воздействия, то есть заходы пальцами в глаза. Ну а вы должны понимать, что я не давлю свой палец, не запускаю глаз ради того, чтобы там поиграться с его глазом. Я с помощью его глаза, скажем так, и своего пальца, этой боли, вывожу его опять же, или на запрокидывание головы, или на сворачивание головы, скручивание ее, для того, чтобы открывать ее и наносить ему удары. То есть глаза. Видите, то есть если я ему сейчас, где-то мы цепились, и я ему руками влез в глаза, и начну ему закидывать голову, он уйдет от меня, то есть он попятится на разрыв дистанции. А здесь, заходя, я ему скручиваю, развернул, и уже если человек вам особо неприятен, можете лишить его зрения. Загубы. То есть палец запускается прям туда, мы его загубу, момент неприятный, но опять же, для чего? Ему неприятно. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы его голову что-то с ней сделать. Прихваты. Верхняя губа. Видите? Мы его можем выводить на такие воздействия. Нижняя губа. Можем с помощью нее это все делать. Можем захватить и просто вот за лицо, да? То есть Женя улыбается, ему неприятно. Как бы вам показать, чтобы было вот отсюда, да? Вот его, видите? И я ему запрокидываю голову, наношу попутные удары и опрокидываю. Надо понимать, что человек пока находится не в балансе, не в равновесии. Он наиболее беззащитный. Почему мы вот выводим человека из равновесия? Он проходит очень много положений беззащитности, где он не может атаковать полноценно нас и не может полноценно организовать свою оборону. И мы ему в эти моменты там и всовываем. То есть, если человек падает, мы делаем контролируемое падение и по пути он должен ну минимум три каких-то воздействия, три удара выхватить от нас. Потом, когда он уже упадет, мы там его еще немножко добиваем каким-то количеством ударов или какими-то там другими воздействиями. Понятно? То есть, это вот самое простое такое. Троичный нерв с заходой пальцами вот за скулу сюда. Да? То есть, здесь можем где-то прихватывать вкручивающий момент, на то, чтобы его развернуть, понизить и атаковать. Если я ему просто буду где-то давить, скажем, да, он и если это будет в линии происходить, он отобьется от моего воздействия, ему неприятно, он снимется. Нам все-таки нужна спираль понижения. Видите, как это происходит? Сейчас я его взял с помощью вот этой вот выемки. И я его к себе прижимаю его к себе для того, чтобы своим телом на него что-то сделать и как-то влять. То есть, мы не будем вам много сильно набрасывать. Ну и моя любимая часть это корень носа. На корень носа мы можем воздействовать, как отсюда с ударом, допустим, забрасывать ему голову туда. Как отсюда рубящий удар. Где-то поддержали его пара сил. Так и даже пальцем заходим под корень носа, забрасываем и скручиваем его. Видите? То есть, корень носа работает всегда и везде. И как только у вас доступ к корню носа, контроль второй рукой где-то на голове или ниже на какой-то части его тела. То есть, должна быть пара сил. И вот вы его раскрыли. А дальше можете ему глаза, горло, удары по затылку, удары по седьмому шейному позвонку. Видите? Глаз, горло скрутили, ноздри, руку ломанули, палец ломанули. И дальше уже зависит от того, насколько вы его любите или насколько он вам неприятен. Раз, подхват, видите? Открытие горла, удары, дали ему туда и забрали. Видите, что я сейчас сделал? Я ударил его в лоб, но не с целью ударить, просто удар ради удара, а под углом таким, чтобы его голова забросилась. И не убирая отсюда руку, я продолжаю свое воздействие на него. То есть, ну, это вот такие вот примеры. Еще один момент, такой вот, последний, надеюсь, чтобы не затягивать видео. Вот мы скручиваем голову под 45 градусов, приводим его к себе, что-то с ним делаем. а я ему не гоню эту точку, а даю некую текучесть, я загоняю туда вот такой вот редуктор, видите, то есть, то, что здесь тоньше, толще, толще, я вот этот клин начал движение и погнал этот клин раскручивать его, опускать для того, чтобы с ним потом сделать какие-то последующие действия. Надеюсь, мы вам были полезны и пока оставим Женю. Видите, как я его сразу перехватил, здесь скручивание подкоды, оп, вот это вот движение, и вот оно у нас сядет, оно, это движение человека понижает сразу, видите, все, Евгений.